Действительно увеличилось количество людей, которые переживают, что не смогут выплачивать кредит. На какие кредитные послабления они могут рассчитывать? Мы поговорим с Ниной Сукмановой, экспертом отделения Красноярска, Банка России. Добрый вечер. Добрый вечер. Я сказал, что увеличилось. Действительно, такое наблюдается тенденция, потому что время тяжелое, и кредиты у всех были еще до всех этих мировых событий. Ну вот такая статистика имеется? Ну сейчас рано пока говорить о статистике. Но в этом смысле я бы хотела сказать, что, конечно, ситуации сложные, они могут возникать у людей, такие ситуации, но есть и механизмы, которые могут помогать людям в этой ситуации. Это самое главное. Давайте о них расскажем. Что делать? Ну сейчас можно воспользоваться механизмом кредитные каникулы. Кредитные каникулы, что это? Это отстрочка платежей. Либо снижение размера платежей на срок до полугода и по кредитам, которые были выданы до 1 марта этого года. И если говорить о тех условиях, при которых можно воспользоваться этим правом, то нужно отметить, что самое главное условие – это снижение доходов больше, чем на 30% на дату обращения в банк с этой просьбой по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году. Как это доказывать? Наверное, это такая самая главная часть. То есть нужно какие документы нести, чтобы доказать, что расходы уменьшились? Ну, во-первых, нужно всегда обратиться в банк. И обратиться можно по-разному. Здесь нужно понять, каким способом. Либо прийти в офис, либо через онлайн-ресурсы, либо через мобильное приложение. И в банке подскажут, какие документы нужны. Например, это может быть справка от работодателя, что прекращены трудовые отношения. Это может быть справка от службы занятости, о том, что человек является безработным. Главное – понять, какой будет набор документов. И при обращении обязательно нужно банку написать о предоставлении кредитных каникул в силу закона. При этом я хочу обратить внимание, что кредитные каникулы – это не прощение долга, это отсрочка. Все равно через какое-то время придется возвращать этот кредит. И если говорить про малый и средний бизнес и население, у них маленькие условия чуть-чуть разные. И здесь, если у населения помимо доходов, то по малому и среднему бизнесу такого нет критерия. Там есть два варианта. Либо воспользоваться условиями как индивидуальный предприниматель, как граждане. Если это индивидуальный предприниматель, то он может использовать такой же подход, как и малый и средний бизнес. А что здесь? Это вид деятельности, который включен в перечень, установленный правительством Российской Федерации. Это 352-й перечень от марта этого года. Это может быть и сельское хозяйство, и промышленность. Он очень широкий этот перечень. Ну и здесь также нужен еще один нюанс, который я сразу хочу оговорить. Что есть ограничения для населения. Это в том, по сумме кредита, который указан в договоре. И это ограничения для простого физического лица 300 тысяч, для индивидуального предпринимателя 350 тысяч, по кредитам на автомобиль это 700 тысяч, а для ипотечных кредитов для нашего региона это 3 миллиона рублей. А вот для малого и среднего бизнеса таких ограничений по сумме нет. Хорошо, вы нам границы обозначили и сказали самую главную фразу, что это не прощение долга, а отстрочка. Возникает вопрос, что с процентами? Могут ли они увеличиваться, когда мы делаем такую отсрочку? Или нет? Когда происходит отсрочка, на период отсрочки в этот период проценты не платятся. Они будут платиться, когда вот эти каникулы стекут. Там будет новый график, и в соответствии с этим графиком, исходя из условий договора, будут выплачиваться проценты. При этом просто нужно помнить, что срок договора удлинится. Есть расчеты, я предлагаю каждому человеку, это обратиться на сайт Банка России, там есть такой раздел мира финансовой поддержки. И по этому вопросу, по очень многим вопросам, там есть такие лаконичные ответы, можно сказать, даже такие мини-консультации. И еще есть Финкульт, очень замечательный ресурс, где можно по любому поводу задать вопрос и найти ответ. Так, записали себе обязательно. Да, обязательно, обязательно. Интересно вот узнать, понятно, что этими кредитными каникулами хотят воспользоваться, ну и недобросовестные какие-то граждане, возможно, да? А есть какое-то понимание, как часто красноярцы обращаются за этой услугой? Вообще, есть еще такое условие, которое нужно помнить, что за кредитными каникулами можно обратиться по всем договорам, которые есть, по каждому из них. Но только один раз. И если до этого были кредитные каникулы по ипотеке, то можно еще раз обратиться. Если было обращение в банк за кредитными каникулами в связи с пандемией, то сейчас тоже можно вновь обратиться. И поэтому действительно это очень удобный механизм. Можно воспользоваться либо этими кредитными каникулами, либо ипотечными кредитными каникулами. Кредитные каникулы ипотечные, там вообще 15 миллионов рублей именно по ипотечным кредитам. Но если посмотреть относительно того активности использования этого инструмента, то статистика с марта по май, нам какие цифры называют, что уже наши региональные заемщики обращались. Это порядка 9,5 тысяч заявок. И порядка 80% из вот этой суммы заявок, они относились к программам реструктуризации банков. То есть есть кредитные каникулы, они предоставляются в силу закона, и соответственно банк не может отказать, если заемщик удовлетворяет требованиям закона. Банк предоставляет эти кредитные каникулы. А есть программа реструктуризации в кредитных организациях. И если человек не проходит по программе кредитных каникул, то их может обратиться по программе реструктуризации. И вот, пожалуйста, вот эти 80% реструктурированных кредитов со стороны банков по их программам, это показывает, насколько банки идут навстречу своим заемщикам в этой сложной ситуации. И последнее, как раз, в защиту заемщиков, возможно, вопрос будет, если они считают, что у них есть все основания, чтобы получить кредитные каникулы, но вдруг банк отказывает, что делать? Ну, в первую очередь, понять, почему банк отказывает. Первое, можно обратиться в банк и уточнить. Может быть, нужно представить дополнительные документы. Второй способ – это написать в интернет-приемную Банка России. И при этом, когда направить это сообщение, желательно приложить те документы, которые аргументировали позицию заемщика. Это обращение будет рассмотрено, установлено законодательством сроки. Что ж, все явкие пароли, как получить кредитные каникулы, как, даже если вы их не получили, что делать в такой ситуации? Нина Сукманова, эксперт отделения Красноярск Банка России, нам дала. Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое.